Заметка электрика Новый блок АВР от КАЗ Оптима OptiSafe N232 Я сам впервые сталкиваюсь с такими электронными блоками АВР Обычно это у меня встречается схема на контакторах Максимум что там может быть Это еще дополнительное реле контроля фаз на одном изводе Про который я вам кстати рассказывал на своем канале Здесь же схема очень интересная Выполнена вот на таком современном новом электронном блоке В общем так выглядит у нас панель АВР Здесь у нас задняя коммутация Обычные кнопки, лампы Это у нас вот сам блок Где подключаются к нему все внешние цепи И производится регулировка уставок по напряжению по каждому вводу И выдержка времени на срабатывание Здесь у нас два автомата питания Вот один и вот два по цепям управления и контролю А также четыре исполнительных контактора Модульных контактора Все кстати собрано на КАЗе То есть серии КАЗ ОПТИДИН Вот собственно это и есть Вся схема АВР Вот Ну и включая еще сами непосредственно автоматические выключатели Вот у нас ввод один Ну это приходящие там кабели Водной разъединитель Сам автомат Это вот у нас связь вторичных цепей с нашей схемой АВР Это у нас вводной автомат ввод один Тоже КАЗ ОПТИМА ОПТИМАТ А на 2000 А С автомата этого вот уходят уже шины на первую секцию 400 В Это у нас уже второй ввод Вон приходят кабели Также вводной разъединитель или рубильник кому как удобней Приходят на автомат Аналогичный автомат на 2000 А И дальше уже уходит у нас вот сюда И на секцию То есть это уже вторая секция 400 В Это у нас межсекционный автомат Который установлен у нас между двух секций Вот у нас приходит первая секция слева Здесь у нас рубильники Приходят на наш секционный автомат И здесь вот еще один рубильник И уже уходит на другую, на вторую секцию Вот так вот На секционнике установлен аналогичный автомат Только номиналом 1600 А Кстати при наладке столкнулись с такой особенностью Что данные автоматы нельзя включить вручную Хотя вроде бы есть рычажок включения Он взводится Но кнопкой не нажимается включение И пробовали и ключ поворачивать И всякое разное В общем он не реагирует вообще никак Данная серия автоматов Фото на Optimat A2000NFMR7 Он имеет в своей конструкции Независимый расцепитель То есть когда напряжения на нем нет Вы его даже вручную включить не можете Вот такая вот есть особенность Ну теперь когда уже напряжение я подал Я вам могу показать просто его включение Вот нажимаем Включение Взведен То есть он включается и автоматически взводит пружину Для дальнейшего включения И вот отключение Все отключился Ну пружина взведена Чтобы сейчас я смог снова его включить Подали мы напряжение на первый ввод По кабелям У нас здесь горит контроль Всех трех фаз Зелененькие L1, L2, L3 светодиоды И горит готовность Автомат ввода номер один готов к включению Напряжение у нас в норме То же самое здесь Подали мы напряжение на второй ввод Также здесь на блоке сразу загорелись Соответствующие индикаторы фаз И горит готовность По отклонению напряжения тоже вопросов нет При первом включении у меня на обоих вводах Загорелись вот такие два светодиода Как бы превышение напряжения И понижение напряжения Если у нас горит один постоянно Или другой постоянно Это понятно Что идет либо превышение Больше чем уставки Либо понижение Меньше чем уставка А здесь Ситуация когда моргает Это означает Что неправильно Определено Очередование фаз На первом вводе Вот здесь вот я перекинул Два проводника Б и С И здесь все Нормализовалось Сейчас перекину ввод два А это у нас схема Оперативного питания Цепей управления Она также встроена в данный блок Это очень удобно Не нужно ничего дополнительно городить Какие-то реле устанавливать И тому подобное То есть Отключили первый ввод У нас питание Цепей управления Перешло на второй Все наглядно и понятно Вот у нас сейчас Запитана Цепи управления С фазы А Ввода номер один Отключу Ввод номер один Оп Видите Здесь погасли Соответствующие индикаторы Но питание Перешло у нас На фазу А Ввода номер два Восстановлю питание На вводе один Вот Но питание у нас остается На вводе два Пока не исчезнет напряжение На вводе два Такая вот есть особенность Здесь очень интересно Вообще отображена Как бы Своего рода Мнемосхема Видите Здесь вот один Вот Тут лэп Типа приходит Вот один Вот у нас Вводной Наш Автомат Дальше идет Уже на нагрузку Здесь у нас Тоже лэп Ввод два Автомат Вода два Идет на нагрузку Между Двух водов Сделан секционный Выключатель Секционный автомат Вот он у нас Здесь отображен Ну и соответственно Сейчас мы Когда включим Уже вода В раздельную работу У нас здесь Загорятся Соответствующие Индикаторы Зеленого цвета Что цепь у нас Собрана И напряжение Идет на нагрузку Так у нас Ничего не работает Так у нас Включен ручной режим И управление Осуществляется Только с кнопок Вот с этих Вот включаем Вот один Вот Включили Вот один Вот горит Соответствующий Индикатор Вот один У нас Включился Вот у нас Значок Он И так же Сразу Автоматически Взвелась Наша пружина Вот горит Красный Вот один Включен Аналогичным Образом Включаем Ввод 2 Вот загорелась Красная Лампа Ввод 2 Включен На мнемосхеме У нас загорелся Зеленый Светодиод Ввода 2 Соответственно Вот наш Ввод 2 Положение Он Пружина Взведена В ручном Режиме Мы можем Отключать Вода Оба Ввода А так же Включать Межсекционный Выключатель То есть Параллелить Обе секции Ну соответственно Не забывайте Что здесь Необходимо Проверить Строго Настрого Фазировку Иначе Будет Короткое Замыкание То есть Видите Включил Секционник Отключил Ввод То есть Как бы Запитал Сейчас Первую секцию Со второй Секции Или наоборот Допустим Отключил Ввод 2 Запитал Вторую Секцию От первой Секции В ручном Режиме Управление Происходит Полностью От этих Кнопок Данный Блок У нас Никак Блок АВР У нас Никак Не задействован А теперь Я вам покажу Автоматический Режим Стоит у нас Автоматический Режим Теперь я Нажимаю Кнопку Автоматический Режим На данном Блоке И у нас Схема Приходит В исходное Положение На два Раздельных Ввода Автоматический Вот смотрите Сейчас включится Сразу Два Оба Водных Выключателя Оп Видите Включились Вот один Включился И вот два Включился Ну а теперь Я вам покажу Как работает Сама Схема АВР Сейчас у нас Раздельная Работа Два Ввода Либо у нас Пропала Одна из Фаз Либо у нас Изменилось Чередование Фаз Либо у нас Произошло Отклонение Напряжения По любой Из трех Фаз В большую Сторону Или в меньшую Сторону Не суть Важно Сейчас я Имитирую Пропадание Второго Ввода Полностью Оп Вот Вот у нас Отключается Второй Загорается Индикация Аварии И включается У нас Межсекционный Автомат Здесь Соответственно Горит Авария Ввод 2 Отключен Ну а Секционник У нас Включен Секционник У нас Потребители Нагрузка 2 Получает Питание От первого Ввода Включаю Появилось Напряжение На Вводе 2 Отключился У нас Сразу же Секционный Выключатель И включился Ввод 2 Все Схема Вернулась В раздельную Работу Ну еще Покажу На примере Пропадания Напряжения С первого Ввода Оп Ну все Аналогично Ввод 1 Отключился Секционник Включился Нагрузка 1 Получает Питание У нас Через Ввод 2 И через Секционник Ну и Вернулось У нас Напряжение Обратно Восстановилось Все Так По настройкам Вот Один Справа И вот Два Слева Здесь Настраивается У нас Напряжение На превышение Напряжения Я выставил 255 Вольт По обоим Вводам И Уставка На При понижении Напряжения То есть 193 Вольта Это Время Срабатывания АВР То есть Отключение Вводов Это 1 секунда Я сделал И Выставил Включение Уже Межсекционника Идем Дальше В общем Здесь еще Имеется Функция Блокирования Срабатывания АВР При Коротком Замыкании На секции То есть Когда у нас Водной Автомат Срабатывает По какой-то Защите Перегруз Или Короткое Замыкание То есть Срабатывает Его Расцепитель То идет Блокирование На Срабатывание Схемы АВР Допустим При срабатывании Защиты Автомата Там Имеется Выходная Пара Сухая Которая Задействована И Запитывает Катушку Контактора А тот В свою очередь Подает Фазу Через свой Контакт Фазу На Наш Блокировочный Вход И Вторым Контактом Выдает Сигнал На Лампу Авария Это у нас Входы 7, 8, 9 Задействованы Вот у нас Лампа Авария Вот видите Сейчас Имитирую Как будто У нас На втором Вводе Сработала Защита У автомата И проверим Как Сработает У нас При этом Схема АВР Все Вышла Выдалась Авария Ввод 2 У нас Отключен По защите И АВР У нас Не Переключился Очень Кстати Удобное Решение И Достаточно Правильное Потому что Если у нас Имеется Короткое Замыкание Где-то На Нагрузке И Вот 2 Соответственно Отключился У нас От защиты Какой Смысл Допустим Нам Запитывать Эту Нагрузку От Первого Ввода Когда Мы Включим Подадим Напряжение Через Секционик Прямо На Короткое Замыкание Смысла В этом Естественно Нет Поэтому Вот такая Вот имеется Здесь Блокировка Вот Еще Одна Подстанция На Аналогичных Автоматах Optimat А От КААС Здесь У нас Тысячник На Вводе Это Ввод 2 Здесь У нас Также Панель АВР На Таком же Блоке OptiSafe N232 Это Это У нас Межсекционный Выключатель Здесь У нас Внизу Это Вторая Секция Это Межсекционный Автомат И Здесь Уже Через Разъединители Через Рубильники Идет На Первую Секцию У нас Пошла Первая Секция Вот Первая Секция Это У нас Приходит На Это У нас Автомат Ввода Номер Один Тоже Тысячник Стоит Вот Панель Регулировки Уставок Данного Автоматического Выключателя Но Об этом Мы поговорим Как В следующий раз Схема Полностью Аналогичная Которая Была На Предыдущей Подстанции Все Здесь Сделано Аналогично Это Автоматы Это У нас Контактора Вот Сейчас Смотрите У нас Нормальный Режим Работы Вот Один У нас Отключен Секционник У нас Отключен Вот Два У нас Отключен Режим Автоматический Так И Включим Вот Один У нас Включился Вот Два У нас Включился Здесь Соответственно Показана 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 Вся Эта Индикация Это У нас Вот Один Пружина Взведена Положение Он То есть Автомат Включен Вот У нас Взведен Состояние Автомата Включен Он Это Вот Два Это У нас Секционник Естественно Секционник У нас Тоже Привод У него Взведен А Состояние Отключено Офф Сейчас Имитирую Пропадание Первого Ввода Поехали При Пропадание Напряжения Ввод Один У нас Отключился И Включился У нас Секционник Все Наглядно Видно Ввод Отключен Секционник У нас Включен И Ввод Два Остался Включенный Тоже Соответственно Горит Еще И Авария То есть Вот Наш Секционник Включился Но Обвод Соответственно Отключился В прошлый раз Не рассказал Про режимы В общем Первый режим Это Самовосстановление Самовосстановление В ручном режиме Есть два положения Офф И Он То есть Включено И отключено Все эти рычажки Все эти режимы Управляются С помощью Вот таких рычажков Мы его сейчас Включаем Вверх Вот То есть Режим У нас Включен Первый Что это Такое Это После восстановления Ввода Из аварийного Режима Нагрузка Подключается К восстановившемуся Воду Автоматически Соответственно Если данная Функция Отключена То после Восстановления Напряжения На Отпавшем Вводе Схема Не перейдет На его Питание Управление Секцией В ручном Режиме Это Возможность Управления Секционным Автоматом Секционным Выключателем С лицевой Панели Данного Блока Третье У нас Тип Коммутационного Аппарата Здесь Либо Выбираются У нас АВ Либо КМ АВ Это у нас Автоматические Выключатели С электромагнитными Приводами Или моторными Приводами Как в моем Случае А КМ Это у нас Магнитные Пускатели Контакторы То есть Мы выбираем Здесь Чем мы хотим Управлять Либо Контакторами Либо непосредственно Автоматами Дальше Управление АВ Это управление Приводом Автоматического Выключателя То есть Способ управления Приводом Автомата Автоматического Выключателя Здесь нужно Выбрать Импульсный Или статический Это тоже Все зависит От типа Применяемого Автомата У нас Достаточно Импульсного Управления Ну и Пятое Это у нас Сервисный Режим Он необходим Для проверки Настройки Блока АВР В процессе Наладки Или эксплуатации То есть Установка Сервисного Режима Позволяет Производить Управление Блоком АВР При наличии Только Одной Фазы И нейтрали На одном Из водов Это очень Удобно То есть Можно Провести Наладку Ну и Проверить Схему Без Трехфазного Питания Без Трехфазного Напряжения На каждом Вводе Достаточно Просто Подать Фазу И 0 На Каждый Ввод Очень Удобно Да Кстати Учтите Что Переключение Рычажков Блок Воспринимает Только При Отключенном Питании То есть Если Переключать Их С Включенным Блоком То он Может Не Воспринимать Эти Изменения Да Кстати Забыл Упомянуть Что Уже Вышел В свет Блок Автоматического H243 Я пока С ним Лично Не сталкивался Но По большому Счету Он Аналогичен Блоку Рассмотренному В данном Видео Ну Могу Указать Лишь Основные Отличительные Особенности Это Температура Эксплуатации Уже От Минус 40 До Плюс 45 Градусах Это Возможность Управления Неприоритетной Нагрузкой То есть Ее Отключение В аварийном Режиме У него Добавлен ЖК Дисплей Дополнительные Кнопки Которые Существенно Увеличивают Удобство Настройки И эксплуатации Также Новый Блок Имеет Возможность Удаленного Управления И диспетчеризации По протоколу Модбас Через Последовательные Линии связи РС-485 Также Заключение Я добавлю Потому что Уже Заранее Предвижу Вопросы Про Схему АВР Я ее Не показал В видеоролике Потому что Она Применена Практически Стандартная Схема АВР Взята Из Руководства Дело В том Что В руководстве Уже Имеются Готовые Варианты Различных Схем АВР Включая Управление Различными Коммутационными Аппаратами Если у вас Есть какие-то Вопросы По данному Блоку По данной Схеме АВР По схеме Управления Автоматическими Выключателями То пожалуйста К вашим услугам Форма Комментария Ну а на этом В принципе Все Кому понравилось Видео Обязательно Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Ну а с вами Как всегда Был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok